Ключевой фигурант коррупционного скандала в Европарламенте покаялся и согласился сотрудничать со следствием. Бывший депутат от Италии Панцери признался, что получал взятки. Евросоюз будет поддерживать столкнувшуюся с российской агрессией Украину столько, сколько потребуется. Об этом в Давосе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. В Минском городском суде стартовал закрытый заочный процесс по делу экс-кандидатки президента Светланы Тихановской и других лидеров оппозиции. Новым министром обороны Германии назначен Борис Писториус. Он заявил, что наберен сделать армию действительно сильной. Ключевой фигурант коррупционного скандала, охватившего Европарламент, покаялся и согласился сотрудничать со следствием. Бывший депутат от Италии Пьер Антонио Панцери во вторник подписал соглашение с бельгийскими властями, в котором он признал свое участие во взяточничестве и обещал раскрыть существенную информацию о деле, получившем название Катаргейт. Федеральная прокуратура расследует схему наличные в обмен на услуги, по которой крупные суммы выплачивались страной Персидского залива, подразумевается Катар, через организацию борьбы с безнаказанностью с целью повлиять на политику Евросоюза. Участникам подобного подкупа евродепутатов бельгийские власти объявили Марокко. Итальянец возглавлял парламентскую делегацию по связям со странами Магриба. Марокко находится в этом африканском регионе. Решение Панцери сотрудничать с властями может ускорить раскрытие этого преступления, бросающего тень на демократию, сказал вице-спикер от Греции Димитрис Пападимулис. Будем надеяться, что всплывет больше имен виновных и что мы приблизимся к истине как можно скорее. День брошена и на чемпионат мира по футболу. Катар и Марокко отвергают обвинение в свой адрес. Панцери сидит в тюрьме с середины декабря по обвинению во взяточничестве и отмывании денег. В его доме было найдено более 600 тысяч евро. Как сообщил его адвокат, итальянец получит пятилетний тюремный срок, но в обмен на свое сотрудничество выйдет на свободу уже через год. Бывшему евродепутату также грозят штраф и конфискация его активов, стоимость которых, по оценке прокурора, составляет 1 миллион евро. Европейский союз будет поддерживать столкнувшуюся с российской агрессией Украину столько, сколько потребуется. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Политик выразила надежду, что это послание будет услышано как в Украине, так и в России. Наша неизменная поддержка Украины не ослабнет, начиная от помощи в восстановлении энергоснабжения, отопления и водоснабжения, заканчивая подготовкой к долгосрочным усилиям по реконструкции страны. Подтверждая наше намерение, мы объявили вчера, что Еврокомиссия предоставила финансовый пакет Украине в размере 3 миллиардов евро. Это первый транш из нашего пакета помощи в 18 миллиардов на 2023 год, крупнейшим в истории макрофинансовой помощи, оказываемой третьей стране. Фондер Ляйн также заявила, что экономики России из-за санкций грозят десятилетия регрессии. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение средств и выразил благодарность за мощную поддержку. В Минском городском суде стартовал процесс по делу бывшей кандидатки президента Светланы Тихановской и других лидеров оппозиционного координационного совета. Их заочно обвиняют по целому ряду уголовных статей, в том числе о госизмене, экстремизме и подрыве национальной безопасности. Сама Тихановская находится в Давосе. Прежде всего я бы сказала, что это так называемый суд, потому что это не имеет ничего общего с правосудием в нашей стране. Все эти суды – это месть тем, кто выступает против режима или против войны. Поэтому я точно не жду ничего хорошего. Меня приговорят к длительному тюремному сроку. Судья даст мне столько лет, сколько ему прикажут. Белорусская прокуратура обвиняет лидеров координационного совета оппозиции в подготовке массовых беспорядков, захвата зданий, организации смены власти неконституционным путем. В совокупности по всем статьям им грозят десятки лет лишения свободы. Процесс проходит в закрытом режиме. И по словам Тихановской, она не может получить никаких материалов из этого дела. Параллельно в белорусских судах идут другие резонансные процессы над журналистами и активистами, в том числе над гендиректором и главным бедактором портала «Тутбай» Людмилой Чекиной и Мариной Золотовой, а также над руководителями правозащитного центра «Весна». Среди них лауреат Нобелевской премии мира Олесь Беляцкий. Новый министр обороны Германии Борис Писториус будет приведен к присяге в четверг 19 января. На посту главы ведомства он сменит Кристину Ламбрихт, которая подала в отставку на фоне серии скандалов и критики в ее адрес. Писториус намерен адаптировать Бундесфеер к новым реальным в связи с развязанной Россией войной против Украины. Задачи, которые стоят перед немецким Бундесфером, огромны. Армия может всегда рассчитывать на меня и быть уверена, что я буду защищать ее, когда это будет необходимо. Писториус, который проходил военную службу в Бундесфере в начале 80-х годов прошлого века, является уроженцем Оснабрюка, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он не только друг и хорошая политика, но и человек, который очень много... Он не только друг и хороший политик, но и человек, который имеет большой опыт в политике безопасности, который очень открыто и тесно работал с Бундесфером, в том числе и на своей предыдущей должности, и который также обладает силой и спокойствием, необходимыми для такой большой задачи с учетом нынешнего времени. Политические оппоненты обращают внимание на нехватку военного опыта у Писториуса. До руководства Министерством внутренних дел Нижней Саксонии он был муниципальным служащим. Некоторое время занимал пост мэра Оснабрюка. Французы готовятся к общенациональной забастовке. По призыву профсоюзов и при поддержке левых партий, 19 января на улицы выйдут десятки тысяч людей в знак протеста против пенсионной реформы. В Марселе акции стартовали досрочно. Сотни демонстрантов прошли по центру города, заявляя о своем неприятии, предложенных правительством изменений. Главный пункт реформы – повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Это по подсчетам властей будет приносить в казну ежегодно 10 миллиардов евро, что позволит увеличить расходы на миры социальной поддержки. Факты очевидны. Количество работающих по сравнению с количеством пенсионеров падает. В 2005 году на каждого пенсионера приходилось два работающих человека. Сегодня их 1,7, а завтра 1,5. Поэтому мы должны восстановить баланс нашей пенсионной системы. Забастовка выльется в серьезные транспортные проблемы. Национальный железнодорожный перевозчик объявил о значительном нарушении движения поездов со среды до пятницы. Шведская активистка Грета Тумберг и другие демонстранты провели несколько часов в полиции после того, как были задержаны во время протеста против расширения угольного карьера на западе ФРГ. Группу манифестантов вывезли автобусом из опасной зоны. У активистов проверили документы и отпустили, сообщил представитель местной полиции. Грету стражи порядка аккуратно несли на руках. Сопротивления девушка не оказывала. Демонстрации рядом с люцератом проходят с 11 января. Экоактивисты считают, что разработка угольной шахты помешает стране достичь своих климатических целей и выполнить международные обязательства. В правительстве Германии в ответ заявляют, что не отказываются от планов полностью прекратить добычу и использование бурого угля к 2030 году. На полуострове Снайфедлснес в Западной Исландии в одноименном заповеднике находится покрытый ледником вулкан Снайфедлс-Йокудль. В свое время писатель Жюль Верн избрал его кратер в качестве отправной точки для героев своего романа «Путешествие к центру земли». Но сейчас Снайфедлс-Йокудль в опасности. В последние годы, на самом деле, вы можете видеть очень четкие доказательства того, что ледник значительно уменьшается в размерах. Для некоторых людей, живущих здесь, Снайфедлс-Йокудль имеет почти культовое значение. Здесь, во многих местах, к северу и югу от ледника, люди чувствуют прилив сил, возможно, поток энергии, исходящий от ледника. Исчезнет ли эта энергия, когда ледника не будет, я не знаю. В 2019 году, после бурения в Снайфедлс-Йокудль и оценки других параметров, Исландское метеорологическое бюро предсказало, что большая часть ледника, вероятно, прекратит свое существование к середине века. В 1910 году его площадь составляла 22 квадратных километра. В 2019-м – 10. Норвежские археологи обнаружили, возможно, самый древний рунический камень. Специалисты полагают, что надпись была сделана около 2000 лет назад и представляет собой образец самой ранней скандинавской письменности. Восемью рунами на коричневом песчанике нацарапано слово «Эдибиру». Обычно викинги устанавливали подобные камни на могилах, поэтому ученые предположили, что эта надпись обозначает имя умершего. Находка на несколько веков старше считавшейся ранее самой древней рунической надписи, найденной в Дании. Субтитры создавал DimaTorzok